всем привет хочу вам рассказать как я делаю черную соль в русской печи запекаться будет русской печи при высокой температуре на при горении дров то есть там когда максимальная температура данный момент дрова уже разгорелись и сейчас она раз сажать туда соль для запекания соль будет традиционно русская раньше называли четверговая так как запекали в чистый четверг страстную неделю перед пасхой запекали раз году вот такая соль называлась четверговая или костромская ну рецепт прост берется просто соль каменная желательно самого грубого помола и и добавляет сюда женая мука пропорция примерно такая на 1 килограмм соли я кладу две жмени две большие жмени ржаной муки цельной зеленовой своей своего помола вот все это дело я хорошо перемешиваю перемешать нужно хорошо обязательно поскольку когда ржаная мука равномерно распределяется по всем по всему объему муки мука хорошо пропекается и каждый кристаллик каждый кристаллик впитывает себя залу черную залу от жаной муки если размешать неравномерно то будет как бы слоями то есть белая соль перемешку с черной это как бы не очень хорошо поэтому очень важный момент хорошо соль перемешать запекается примерно при 800 тысячи градусов многие спрашивают можно ли запечь в духовке духовке не получится черная соль нужна высокая температура 800-1000 градусов примерно такую температуру можно достичь только в дровяной печи каменной так ну все это будет происходить вот в этой кастрюле запекать буду примерно здесь будет 10 килограмм можно кроме кастрюли использовать чугунки но не алюминиевые они расплавится чугунные желательно у меня вот такая кастрюля сюда вот килограмм соли я кладу две жменья две жменья муки и так хорошо надо перемешивать вот так вот камки разбить вот таким способом существуют разные рецепты можно тесто добавлять сюда перемешивать с тестом с водой проще всего да и практичнее кажется ржаную муку после добавлять не надо с этим тестом возиться как бы традиционно это делать в тесте запекают соль в тесте делать как бы такое тесто сожжанной мукой мука вода и кладут в лист капустный там такой так запекают ну я это делаю проще мука просто добавляется хорошо перемешивается соль если вы используете магазинную соль то неизвестно что туда кладут эту соль я так понимаю антислеживатель какой-нибудь отбеливатель чтобы она была белая красивая все это в печи при запекании минимизируется я думаю она все перегорает пережигается вся эта химоза то есть еще один плюс черной соли то что неизвестно что в этой белой соли присутствует какие там бабки химические погрузка печи при тысяче градусов сами понимаете там все это дело уйдет ну вот так вот я это делаю хорошо перемешиваю обязательно это дело все крышечкой закрыть так вот закрывать потому что если не закрыть то сверху будет белая белая соль потому что если запекать при открытой крышке то сверху сгорит вся мука вся мука сгорит то есть не будет эффекта как бы пропитыванием дымом мукой соли если закрыть то она как бы будет внутри все находиться не будет улетучиваться залайта хорошо перемешиваем комочки разбиваем вот тут у меня 10 килограмм можно 10 можно чуть меньше все добавляем сюда все 10 кг вот так вот это делаем накрываем все и вот это ставим в печь такая кочерга у меня все вот это ставим в печку все вот немножко прикрываем но не сильно она не потухла чтобы огонь не потух все 1000 градусов ну я думаю 2 часов хватит 2-3 часа я запекаю все посмотрим что будет через 2-3 часа все дрова прогорели так только в печи 3-3 часа запекалась при 1000 градусов так сейчас берем силиконовые перчатки открываем открываем ушла через дырочку а вот где была закрыта там соперам черная черная черню чай все и внутри тоже на черное все но при запекании она конечно в камень спекается и очень сложно сейчас будет вообще по-моему достать из печки нужно сразу поставить куда-то вместо постояла там не знаю часов 5 полностью остыла только потом что-то с ней делать ну вот соль готова потом я ее вытряхиваю вот сюда вот и здесь вот такие комки вот получается приходится от разбивать вот так вот такая вот соль комками комками соль такая ну все если какие-то вопросы по соли задавайте комментарии буду отвечать всем пока вот так вот я соль остужаю поставил на улицу положил шкив кстати от будущей мельницы скоро этот шкив буду использовать для строительства второй мельницы шки для того чтобы собака свой нос сюда не ткнул ему что очень горячей кастрюли вот она здесь будет на земле у меня остывать все пока